Здравствуйте! В студии Андрей Горгуленко. Настало время спорта. Сегодня в центре нашего внимания гандбол. Это командный вид спорта, входящий в состав Олимпийских игр. На площадке находятся две команды по семь человек и руками перемещают мяч. Задача – забросить больше, чем соперник. Самарская область на всероссийских и международных соревнованиях представляет Тольяттинская лада. Чтобы освоить тонкости этого вида, мы обратились к заслуженному мастеру спорта Ольге Фоминой. Чем разминка для гандбола отличается от остальных видов спорта? Что здесь нужно размять в первую очередь? И что мне нужно, чтобы подготовиться к тому, чтобы побросать мяч? Вы знаете, у нас настолько динамичный вид спорта, что разминать приходится практически все. От кистей рук до голеностопных суставов, поворотов головы. То есть все-все-все, все суставы проработать, разогреть все абсолютно мышцы, потому что движение оно такое комплексное. И необходимо быть подготовленным во всем теле. В каком возрасте лучше приходить в этот вид спорта? В каком возрасте вы пришли? И какие вот первые эмоции, первые впечатления от первых тренировок были? Я пришла на тренировку, на свою первую тренировку в джинсах и в ковце. Это была зима, февраль. И поэтому как-то неподготовлена я была, не было у меня с собой спортивной формы. Поэтому пришлось заниматься именно так. И что мне на самом деле очень нравилось и было близко, потому что все свое детство я носилась как сумасшедшая во дворе. И везде занималась разными видами спорта. Поэтому для меня это была прям моя стихия. И мне очень нравилось. И это и зацепило, что такое вот командное взаимодействие, но в то же время в игровой форме, оставило меня здесь надолго. Какой-то совет тем, кто сейчас в том числе выйдет на поле, чемпионат до 16 лет, самый такой возраст, когда можно действительно так все бросить. Какой совет дадите? В первую очередь, если это дело нравится, если это ваше любимое занятие, и вы просто горите от гонбола, то это просто главное никогда не сдаваться. В любом случае будут сложности, будут трудности, но это на самом деле только закаляет и делает вас лучше и профессиональнее. Гонбол на самом деле очень динамичный вид спорта, очень такой яркий и заряжает эмоциями. И вот эта атмосфера командная, ну это ни с чем не сравнится. В гонбол играют небольшими мячами. Чтобы лучше удерживать их в руке, спортсмены используют специальный липкий состав, который позволяет лучше контролировать снаряд. Однако привыкнуть к нему на первой тренировке и совершать точные броски довольно затруднительно. Ну, собственно, название вытекает из самого слова. Это липучка, ну по-другому еще она называет мастика. Ну, у нас в обиходе обычно это липучка. Ну, нужен для того, чтобы, ну, не все могут удержать, во-первых, мяч, который просто гладкий, чистый, часто он выскальзывает из рук. Ну, и плюс для, он, липучка помогает вот в скорости броска, ты лучше его направляешь по углам, то есть вот для траектории. Ну, на самом деле, очень много преимуществ от ее использования. Ну, очень славятся этим скандинавские команды, например, Дания, Норвегия. Когда играешь против них, у них мяч настолько липкий, что вот иногда приезжаешь, вот, ну, непривычно, он прилипает к рукам, и ты вот реально не можешь его отлепить. Ты даже вот пальцы пытаешься отлепить, а они как туда впились. Какая-то маленькая падлость для соперниц, или все-таки уже привычно? Знаете, раньше это было немножко непривычно нам, потому что липучка тоже бывает разная, и у нас она раньше была в таких более жидких формах. То сейчас у нас, в принципе, липучка абсолютно такая же, и мы уже адаптированы. У Ольги Фоминой основная позиция – правый крайний. Именно отсюда получаются самые эффектные броски в игре, но при этом нужно много двигаться в обороне. В футболе, понятно, есть нападающие, есть защитники, которые защищаются, есть нападающие, которые больше всех забивают. В гандболе защищаются все, атакуют все. Кто чаще всего с мячом бывает, и на какой позиции вы играете – это правый крайний. Что это за позиция? Какие основные задачи ставятся во время игры? Ну, начнем с того, что, да, действительно, официальных у нас каких-то защитников и нападающих нет. Все являются так или иначе и теми, и другими. Но, например, в нашей команде есть девчонки, конкретно Аня Голубева, которая в основном выходит только в защиту. И у нас даже официально мы ее называем «наша защитница». И, тем не менее, в этом году она даже показала свои навыки в нападении. Поэтому есть такие игроки, наоборот, которые нападают, но так как защита у них хромает, они бегут на замену, и кто-то их меняет в защите. По моей позиции действительно такая очень зависимая позиция. И, конечно, иногда мне хочется какой-то большей, может быть, инициативы с мячом. Но я понимаю, что я зависимый игрок. Основные у нас такие позиции – это центральный нападающий и два полусредних – левый и правый, которые владеют мячом больше всех и уже распоряжаются им по их усмотрению, по схеме движения, доводят до линии или до краев. Какое упражнение есть такое, чтобы, может быть, научиться, наверное, прямо с угла бросать и пытаться закрутить ворота? Да, мы выбираем просто несколько точек, с которых мы часто бросаем. Либо мы, например, можем встать по линии ворот с разных, так скажем, углов и пытаться его туда завернуть. Таким образом ты тренируешь и свою точность, и направление мяча, и уже в игре тебе будет проще вариативность какую-то иметь. Итак, как правильно выполнить механику броска, что нужно? Вот прям буквально пошаговая инструкция. Ну, смотрите, в динамике вообще бросок происходит так, что мы разбегаемся с вот этого угла, набираем ход, и конечная фаза нашего броска приходится примерно вот здесь, ну, образно. Для крайнего игрока очень важно вылететь дальше и увеличить себе угол обстрела, чтобы было больше возможности либо перевести в ближний, либо вот сюда, в дальний угол, запустить мяч. Вот, зависимости от вратаря. Но мы с вами пока сделаем простое движение, что мы вылетаем, и вот даже можно попасть в штангу. Бросок с отскоком тоже, кстати, очень сложный. Можно мячи заворачивать вверх, но я сегодня по штангу стреляю, как видите. Скорость самого броска за счет чего достигается? За счет движения кисти именно? Ну, тут очень много компонентов. Во-первых, мы делаем силовые тренировки, чтобы вообще общую силу набирать. Ну, и, конечно, да, хлест, он имеет значение, то есть, насколько рука может вот так резко выбросить мяч. Вот для того, чтобы, например, излучить какую-то подкрутку, мы намеренно уменьшаем угол обстрела и пытаемся за счет, ну, различных вариаций подкрутки, вверх, вниз. Это не самая сильная сторона, конечно, но я попытаюсь. Мы пытаемся закрутить мяч. Вот я не попала, давайте посмотрим, может быть, у вас получится. Вот, кстати, я вот такой бросок люблю больше, чем бросок по низу, он у меня получается лучше. Вот когда сверху закручивается? Да. Вот, отлично, по-моему, получилось. Я еще, когда была маленькая, нам тренер очень часто показывал игры в сборной Хорватии, мужчин. И был такой гонболист, великий, правый крайний, Мирзо Джомбо. Ну, он один из первых, так скажем, начал использовать этот бросок. Тогда его еще называли «сухой лист». Я вот прям до сих пор помню. Когда ты показываешь, что ты будешь бросать сильно, но при этом сверху, вот так вот за счет такого поворота кисти, запускаешь мяч очень мягко, по ушам. Получается как-то вот так. Крайний игрок отвечает не только за своего игрока, а очень часто, когда защита сбивается в центр, крайний игрок очень важен на позиции второго. То есть помочь второму, когда на прорезку идет полусредний, крайний игрок может либо перехватить мяч, либо встретить игрока второго так, чтобы передача туда не пошла, либо на каких-то ложных замахах сделать там перехват здесь. То есть многие думают, что на краю защищаются, ну, отдыхают. На самом деле это не так. Если есть определенные задачи, то край порой работает очень интенсивно, передвигаясь сюда, сюда, все время на ногах, ноги все время заряжены. Какие упражнения надо поделать для того, чтобы отработать движение в защите? Защита – это всегда подвижность ног, поэтому можно начать с каких-то элементарных перемещений в сторону. То есть все время на таких согнутых ногах туда-сюда. И желательно руки держать тоже всегда здесь, потому что мяч может полететь в любой момент по траектории рядом с головой и его перехватить. Потом мы добавляем к параллельным перемещениям, такие слегка вперед сюда, назад, потом с другой ногой сюда, и руки всегда работают. То есть руки никогда не опускаются вниз, они либо сбоку, либо здесь. Это очень, на самом деле, сложно и энергозатратно. Одним из главных стартов в карьере Ольги пока является Олимпиада в Токио, где женская сборная России завоевала серебряные медали, одолев в полуфинале в тяжелейшей игре фавориток турнира – сборную Норвегии. Россия ехала в числе фаворитов, в статусе олимпийского чемпиона. И, конечно, может быть, было какое-то давление, что вот эта ответственность давила настолько, что мы как бы не могли расслабиться и играть в свою игру. Наверное, вот самый пик, и эмоциональный в том числе, все-таки пришелся на полуфинал, видимо, да? Не передай словами, реально, это такое вот ощущение, когда ты понимаешь, что повержен такой сильный соперник еще и в полуфинале игр. И многие девчонки просто были настолько выхолочены, особенно те, кто провели 60 минут на площадке. Ну, понятно, что восстановление нужно было как минимум неделю, наверное, потому что пережить не только физическую нагрузку, но еще и настолько эмоциональную – это сложно. Но это очень круто. Что не получилось в финале? Вот не хватило эмоций? Ну, действительно, пощением казалось, что францужники были более свежие к этой игре. То есть у нас уже как будто был такой момент опустошения. Хотя, с другой стороны, скидывать на это тоже странно, потому что все-таки это финал. Но мы все не роботы, у нас нет каких-то запредельных прям сил. И так сложилось в этот раз. Надеюсь, что в следующий раз сборной России удастся все-таки вернуть, так скажем, звание олимпийских чемпионов. В этом сезоне Ольга реализовала 11 семиметровых штрафных бросков из 15. Я, имея небольшой опыт игры в мини-футбольных воротах, постарался отразить хотя бы один бросок из пяти. Когда все-таки какие-то нарушения, когда действительно кого-то цепляют, хватают, и арбитр назначает семиметровый бросок, это аналог пенальти в футболе. Вот насколько он сложный по выполнению, насколько психологически давит вратарь в этот момент, и как лучше выполнить бросок, чтобы наверняка забить. Он сложный в плане психологии. Ты тут должен быть настолько психологическим устойчивым и уверенным, что ничего тебя не смутит. Не вратарь, который... Ну, я знаю даже вратарей, которые перед тем, как прозвучит свисток, они начинают нападающему улыбаться, тем самым пытаясь сбить с толку. Кто-то начинает делать какие-то движения, там, типа, ложные такие. Раз сюда ручку, раз там, раз, показали, как будто сюда. То есть они пытаются сбить с толку и психологически заставить в нужный угол бросить. Вот. Я стараюсь на такое, конечно, внимание не обращать, а действовать уже по движению вратарю, уже в моменте. Вот. Поэтому универсального совета нет. Все зависит от того, какой перед тобой вратарь и в какой позиции он находится. Он может выйти выше, может остаться на линии. Все, на самом деле, индивидуально. Вратари уже там считают и знают, какой у меня угол. Я очень люблю вот этот ближний низ, скажем так. И бросаю туда чаще, чем обычно. Но, зная то, что вратари уже, как бы, меня там ждут, мне приходится делать какие-то обманные моменты. То есть, либо я увожу сюда, показываю корпусом, что я буду бросать в эту сторону, а потом перевожу сюда. То есть, вот что-то такое. Либо бросаю уже настолько сильно, то есть, вот, чтобы вратарь даже не успел туда среагировать. Мой любимый бросок сначала, да. Вот чуть-чуть. Так как я занимаюсь любительским футболом, и там стою на воротах, в мини-футболе, ворота почти такие же. Я попробую отбить гонбольный мяч от олимпийского призера. С первой попытки не получилось. Попробуем вторую технику непосредственно выйти на 4 метра. Вот, видите, как здорово. Получилось взять один бросок. Ваши обманные маневры сбили меня с толку. И здесь в девятку вообще абсолютно без шансов. Ну, один из пяти удалось отбить. Спасибо. Надеюсь, что не подсказал я вратарям других команд чемпионата России, как действовать против Ольги Фоминой. На этом хотим поблагодарить вас за тренировку. Спасибо за то, что рассказали азы гонбола. Я думаю, что к этому виду спорта обязательно подключится больше людей для того, чтобы развивать свое тело и стремиться к большим достижениям. Чего вам желаем. Спасибо большое. Далее, коротко о последних спортивных событиях. Футболисты Крыльев Советов завершили осеннюю часть чемпионата России домашним поражением от Ростова. Южане победили со счетом 3-1. Единственный гол самарцев забил Шитов. Волжане перед зимней паузой занимают 11 место в чемпионате. Баскетболисты Самары одолели Пермскую Парму в матче регулярного чемпионата Единой лиги. Волжане дома переиграли соперников со счетом 80-63. Волейболисты Новый продолжают серию поражений в Суперлиге. Новокубышевцы в своем седьмом матче уступили Саматлору из Нижневартовска 1-3 и опустились на последнее место в таблице. На этом все. Больших побед вам. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова